Здравствуйте, дорогие соотечественники! Сегодня у меня праздничный день. Я вон даже в этот лапсердак вырядился. Обычно я всегда в чёрном своём рабочем. Дело в том, что я сегодня закончил работу над книгой о чёрных дырах и о зарождении Вселенной. Это на самом деле книга физика, астрофизика, космология. И вот я задумался, какой эпиграф к этой книге предпослать. Так полагается книга, ну и к ней эпиграф. Долго думал и пришёл к выводу, что ничего лучше, чем знаменитая цитата Канта, философа, естества-испытателя. Он был очень многогранный человек. профессор знаменитого университета в Восточной Пруссии, Кёнигсберге. Я даже был на его могиле, когда был студентом в Калининграде на одной всесоюзной студенческой конференции. То есть, как бы, личность мне, вот, когда видел, где упокоен прах, город, где он жил, достаточно, как бы, близко. И что же сказал Канте? Что я взял в качестве эпиграфа? Он говорит, две вещи не перестают поражать мой ум. Это звёздное небо над головой и моральный закон внутри меня. Ну, и мне как-то подумалось, что, ну, думаю, в звёздном небе не только звёзды, есть и чёрные дыры, а в душах людей. Моральный закон, где есть и чёрные души. И мы видим, как эти чёрные души управляют иногда в очень страшной форме, движением не только небесных светил, но и истории. И вот у меня такой возник вопрос. А что же происходит с нашими душами, когда мы отказываемся от памяти предков, от их подвигов, от всего того, что они сделали для нас? И вот вспомнилась одна древняя китайская притча. Притча – это выражение мудрости. Когда у одного соседа был непочтительный сын, соседи ему сказали, «Слушай, прими меру, парень ведёт как-то себя не так, как полагается по традиции». На что мудрый китаец им ответил, «Ничего, — говорит, — вон видите, по двору бегает мой внук, он подрастает, он отомстит за меня». Расул Гамзатов в предисловии к книге «Мой Дагестан» также привёл удивительный эпиграф. Абут Алиб сказал, «Кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки». То есть пренебрежение исторической памятью и исторической совестью есть явный признак, что что-то не так творится сейчас в умах европейцев, особенно нас, в Восточной Европе, да и не только у нас, а, пожалуй, и во всём мире. Чтобы разобраться с этим, мы пригласили в гости человек, который обладает вот этим редким даром философского мышления. Философия — это любовь к мудрости, тут ничего такого заумного нет. Это Валентин Бенёк, наш добрый знакомый и добрый товарищ. Здравствуйте, Виктор Иванович. Отгремели праздники, и День Европы, и День Победы. И как-то вот в этом сонме заявлений и движений есть, с одной стороны, очень сильная тенденция сопротивления беспамятству. Я имею в виду и парады. Очень мало осталось участников Второй мировой войны. Мы её называем Отечеством, ну, и по праву. Потому что человечество понимает, не было бы сейчас никаких Брюселей, никаких Варшав, никаких Лондонов и Парижей. Ничего бы не было. Была бы одна Европа нацистов. Об этом знают все. Ну, вот вспоминать как-то, подумать о подвиге тех, кто отдал свои жизни, о самой дорогой жизни. Вот эти наших предков начинают забывать. И вот тут у меня такой возникает вопрос. Не является ли вот эта историческая слепота, историческая потеря совести страшным грехом человечества, которая, вот именно за этой потерей когда-то началась и Первая мировая, и Вторая мировая. И мы чувствуем сейчас напряжённость в мире, вот все эти войны, экономические, политические, да, и военные не прекращаются, вот постоянно, всё время где-то стреляют, бомбят и так далее. Вот ты как специалист и как ректор, соответственно, университета, и вот эти международные процессы являются главным, что должны понимать твои студенты, твои докторанты и так далее. Вот твой огромный опыт педагога, учёного, о чём говорить? Что можно сказать? Или я сгущаю красный, что-нибудь там? Ну, иногда и сгущать не грех, потому что бы... Акцентировать. Да, чтобы акцентировать. Ну, во-первых, я поздравляю вас с окончанием написания книги. Спасибо. Вот. Мне будет очень интересно прочитать, если будет угодно автору, так сказать, с надписью какой-то там, я буду очень рад. Вот. Ну, я не понимаю много в чёрных дырах, но я понимаю, что вот эти воронки, они образовываются не только чёрными душами, они, видимо, образовываются и благими намерениями. Но благие намерения... Дорога в ад, помнишь? Иногда они ведут к большим воронкам, к дороге в ад. Поэтому, ну что, у нас жизнь, опыт жизненный, исторический опыт, как бы подсказывает, что необходимо семь раз измерить, ну, и потом посмотреть, отрезать, не отрезать. То есть надо хорошо спланировать действия. И эти действия необходимо спланировать и в идеологии тоже. Я думаю, в последнее время самые мощные войны, которые, это не экономические, и не политические, даже не военные. Мы везде видим сейчас битву идеологий. Идеологии, доктрине. Идеология, которая предполагает держаться древних общечеловеческих ценностей, которые у каждого народа в своей традиции, или ломать все общество потребителей, а там трава не растет. Да, потому что, вот, мы чураемся понятием идеологии. Она абсолютно нормальное понятие, она философское понятие, но политологическое, если хотите, понятие. И мудрое просто. И она отражает то, что называется система ценностей, видений, опытов и так далее. И как она ранжируется в головах у людей. Особенно молодого поколения. Да, у разных срезов социальных, как она ранжируется и так далее. Это, по сути дела, передача. Другой вопрос, если ее взять как инструмент, инструмент для подавления, это одно. Если взять ее как инструмент для формирования, созидания, организации, так, по-человечески, это другое. То есть, как всякое орудие. Допустим, атомная энергия. Можно и разнести хирамусиму и нагасаки, там еще бед понаделать, а может производство электроэнергии, много чего полезного. Совершенно верно. И у каждого государства, особенно у больших государств, своя идеология. У США, у США своя идеология. Там об этом не заявляется официально, ну, скажем, в Беларуси, да, заявляется официально, пишутся книги, целые курсы, учебники, и так далее. Даже... То есть, вещи названы своими именами, и без всяких... Да, да. Даже решения там разные, приняты, кажется, даже закон об идеологии, государственной идеологии, это одно. И другое, когда о ней ничего не говорится, но она используется на все 199%. Вот Голливуд, это что такое? Голливуд, это есть идеологическая конструкция, инфраструктура, целая машина, которые создают вот эти идеологические, так сказать, ценности. И штампы. Больше ценностей, и меньше ценностей, или, ну, безусловно, штампов, потому что по истечении времени все это уже штампуется, и вот, но они создаются, там нельзя создавать фильмы, где побеждает отрицательные герои, там нельзя создавать фильмы, где побеждает отрицательные, скажем, государство изгои, и так далее, и так далее. То есть клише на клише. Вот смотрите, совершенно верно, смотрите, значит, ну, что произошло с индейцами в США, это понятное дело, но вот смотрите, фильмы, которые мы смотрим с детства, да, Чиганчку Большой Змей, там, еще, и так далее. Вот как там подается все отношение европейцев, американцев, да, пришедших на эту землю, не их, не ее, и индейцев, и индейцев, которые были аборигенами. вот, создаются впечатления там, ну, борьбы, борьбы хорошего против плохого, дружбы между воинами, и так далее. То есть фильм никогда не отразит то, что произошло на самом деле. То есть ни в одном фильме американцы не покажут, как европейцы выбрасывают одеяло с чумой для того, чтобы индейцы, как говорится, набросили на себя в холодах. И вымерло целое племя. И вымирали целое племя. Да. Вот. А расстрелы, когда известны, значит, целые поселения индейские просто-напросто иначе как геноцид. Ну, европейская традиция вообще все это завуалировать. Тоже с помощью идеологии, но завуалировать. Вот и идеология. Ну да, это своеобразная идеология. Если идеология, допустим, католичество предшествовало завоеванию Латинской Америки, само слово латинское перешло туда, а потом это чем завершилось? Во-первых, эпидемии. У индейцев не было иммунитета к тем болезням, которые привели. У них не было иммунитета государственного, как противостоять вот этой мощной европейской, так называемой, несущей цивилизацию и новую идеологию в машине. Ну, индейцам Южной Америки еще повезло. Идеология получается, как некий инструмент, артподготовка, которая предшествует нападению. И всегда было так, и всегда. Но я говорю, что еще аборигенам Латинской Америки им повезло. Почему? Потому что там больше всего была европейская элита, воины элиты, воины элиты, которые как бы, там и были и браки, более щадящие отношения. Идальга, дворяне, элитарный слой. А в Северной Америке на истреблении все, а потом резервации и все. Но к идеологии. Поэтому у каждого государства своя идеология, кто ее заявляет, о чем это, кто подспудно, кто и так далее. Но мы жили, как говорится, тоже при определенной идеологии, когда были молодыми в Советском Союзе, в СССР. Своя такая ну такая импульсивная, ну не импульсивная, скажем так, жесткая агрессивная идеология по формированию людей в жестком таком мышлении. У Румыни своей идеологии. Тоже очень жесткая, очень агрессивная. Чаушеску тоже создал свою идеологию. Совершенно верно. То есть, но есть, конечно, другие системы ценностей, видений, философии и так далее, они более щадящие, более... потому, что вот насчет побед, фанфар, праздников и так далее, это тоже часть идеологии. Конечно. Идеология, которая скрепляет народы, скрепляет своеобразная скрепа, действительно. Вот. И все это необходимо уважать. Ты знаешь, что, вот извини, я просто вставлю как бы такую вещь, День Победы, вот он какой-то... Это не просто фанфары, со слезами на глазах. То есть, с одной стороны, это радость со слезами на глазах. Ну, радость победы, конечно. То есть, это удивительный, это вообще уникальный праздник. Это праздник, в котором одновременно присутствует и радость, и скорбь, и дань уважения погибшим. предкам. Вот это какой-то он необычный по своей сути праздник. Вот поразительный. Вот, солдат, солдат вообще необходимо уважать. А погибших солдат, тем более. Тем более. И, вообще-то, пара 9 мая отчаствует в первую очередь погибших солдат на поле боя, на поле брани, которые защитили нас. Защитили нас, и это отдание... И давай так будем говорить. Вот, они не зря назвали деньги Европы. Потому что, если по совести сказать, вот если мой один дед русский не погиб, и другой молдаванин, один под Москвой страшную зиму 41-го, а другой под Берлином, прекрасную весну 45-го, да, то не было бы сейчас никаких ни Евросоюзов, ни Брюсселя, ничего. Была бы железная пята. И вот многие, вот это новое поколение, особенно политики, политиканы, они говорят, да какая разница, ну там воевал, типа, Сталин с Гитлером, не Сталин с Гитлером воевал, а все человечество воевало против нацизма и главное против античеловеческой системы ценностей. Да, разные системы ценностей, разные системы ценностей, но я вот, вот вы говорили и у меня пришла мысль следующая, что вообще Европа, война, вторая мировая, скажем, война в Европе, это одна война. и Великая Отечественная война, скажем, в рамках Второй мировой войны, это другая война, понимаете как? Потому что Европа всегда воевала, в Европе всегда воевали друг против друга. Немцы против французов, испокон какого, французы против немцев, французы против англичан и на оборот. Немцы против итальянцев и так далее. То есть, это своеобразная такая гражданская война, своеобразная гражданская война, которая протекала в Европе. Поэтому, вот вы говорили, наверное, остался и Париж бы, остались и другие столицы и города. во мне вопрос, в каком качестве они бы остались. Государственности забудьте, ребята. Я имею в виду физически. Вот они остались бы, потому что война в Европе... Вот даю простой пример. Ленинград и Париж. Париж не сопротивлялся, лапки кверху, он целый. А Ленинград погибл. И вот когда говорят вот этим людям, типа, да надо было сдаться, как Парижане, и всего делов. Вот. Здесь, конечно, это очень болезненный, очень тяжелый и очень страшный вопрос. Покориться или не покориться? И вот тут мне так представляется, когда говорят, что эти жертвы были напрасны, вот в том числе я говорю, мои деды его бы, русские, молдаванин, то у меня такой вопрос. Ребята, коль скоро эти жертвы были заплачены, вернуть ничего нельзя, то к этой жертвенности надо относиться со святостью, потому что не бывает святости без жертвенности. Вот мы часто говорим, ну, понятно, ценности, 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 но ведь в самом употреблении слова ценности, это к нам западно пришло это понятие духовной ценности, в православии я чуть не слышал, святость слышал, святость, в чем разница между ценностью и святостью, святость не конвертируется в ценность, ее нельзя ни купить, ни продать, потому что святость это свобода, потому что как сказано в одной из мудрых книг человечества, познай истину и истина сделает тебя свободным, то есть речь шла вот эта святость, это вот там настоящая свобода, да, потом режим жестокий, опять все свернул, завернул и так далее, но кровь, которая была пролита за вашу и нашу свободу, она свята, и относиться к ней надо не как какой-то ценности, которую можно купить, там продать, конвертировать во что-то, а как святости, святость это человеческая жизнь, человеческий пот, человеческая кровь, человеческая судьба, и вот когда кто-то говорит, что мои деды погибли как бы зазря, простите, я этого никогда не приемлю. Ну, понимаете, к сожалению, у нас нет системы, системы осознания всего-то, вот о чем мы говорим, потому что так или иначе мы, есть разные углы, разные углы, точки зрения, 9 мая, на окончании войны, на результаты окончания войны и так далее, потому что, скажем, для России, русского народа, российского народа, это безоговорочно, безоговорочно. То есть, это... А, смотри, погибали киргизы, казахи, молдаване, украинцы, кто только не погибал на этих фронтах, и придите в какой-нибудь дагестанский аул и скажите, что их деды там, типа, вот как сейчас принято говорить, ни за что, ой, дорогой, плохо будет. Да, потому что они умеют ценить кровь и жертву. Воина. Воина. И защитника. И защитника. Потому что воин, это... Он же может быть и преступником, но он же может быть и святым. Вот такая противоречивая фигура воина. У нас в Молдове вот в 44-м году примерно 300 тысяч человек ушли на фронт. 300 тысяч. Для Молдовы это невероятно. Это невероятно много. Но после здесь остались дома около 80 тысяч мужчин, которые могли бы обрабатывать землю, скажем, вот так, да? И кормить. Да, и кормить семью. Остальные все уж как... Часть ушли, были и добровольцы. Около 40 тысяч, может быть, даже больше были добровольцами. Вот мой дядя, родной дядя убежал на фронт добровольцем. Убежал. Ему не было, кажется, и 17, или было 17 с чуточкой. И его выгоняли с Унгенского военкомата. Говорю, дуй тебя, якачь. То есть, никто не загребал никого? Люди шли сами? Ну, не все. Но он один из добровольцев. Но вообще... Не, очень многие шли добровольцами. Так я и говорю, около 40-50 тысяч, может быть, ушли. Остальные, остальные их мобилизовали, как мобилизует любого мужчину в случае войны. Понимаете? Но они воевали. Вот ваш вопрос. Зря не воевали. Их надо честовать, конечно, и в каждой семье, и государство. В целом, должно создавать все условия для отдачи, как говорится, чести этим людям, которые покинули свой родной кровь, для того, чтобы защитить человечество. Совершенно верно. И когда мы видим, когда памятники вот этим людям, нашим дедам и предкам, которые, не важно, какие были политические расклады, какие были политические игры, но которые, благодаря которым, мы сейчас видим, Прагу свободную, Варшаву, Республики Прибалтики, Румынию, Болгарию, нас, Украину, кого не возьмем, Францию, это они внесли эту лепту. И если кто-то посмеет порушить памятник такому человеку, вот это и происходит вот это слово. Святотатство. Мы говорили о святости. Что такое святотатство? Это преступление против святости, против человечности. Совершенно верно. Вот я хочу сказать, что вот мой сын Дмитрий был классом ихним. Значит, они были в Аушвице недавно, несколько дней назад, в пасхальные дни или постпасхальные дни они были. И мы начали говорить о том осознании. Все это, о чем мы говорим, что пишут, необходимо осознать. и соизмерить, как говорится, с действительностью, с реальностью, с твоими, как говорится, с твоим опытом, воспитанием и так далее. Все это постоянно надо. Потому что хаять или безмерно, как говорится, возносить, да, это очень опасное, как говорится, поведение. В жизни не бывает такого. Такого не бывает. И вот он, мы уже говорили, говорю, ну, Дмитрий, как там это самое, ну, страшно все это. И им рассказывали, как взрослым людям. А уж весь это то, что сейчас Треблинка называется по-польски, да? да. Вот, и мы говорили, во-первых, там только несколько процентов всего по территории и всего, что было, но это достаточно, чтобы просто сотрясать человека, особенно детскую душу. я говорю, вот это и есть фашизм, понимаете, вот газовые камеры, вот это. Причем в его реальном страшном лице. Совершенно. Не идеологии, не ля-ля-та-поля, не там все это. Потому что обычно что говорили, и самое интересное, вот точно что говорили нацисты, сейчас их последователи говорят. А что, мы уничтожали евреев и коммунизм. Все, мы боролись против мировой заразы. Сейчас фактически евреев они за скобки держат, потому что побаиваются. А вот тут борьба с коммунизм, все ясно, понятно. Если человек других гонит национальности, взглядов и убеждений, то мочи его, и все, что там долго рассуждать. Ну, как бы дорога в эту сторону. Дорога в ад. Только в ад. Поэтому, поэтому необходимо дать возможности и в школе в том числе, чтобы люди вообще, особенно молодые ребята, которые формируются, осознали все это. Тогда они поймут сами, что такое зло и что такое абсолютное зло. Вот фашизм это абсолютное зло. Абсолютное. И тотальное. И тотальное. Больше зла не может быть. Понимаете? То есть, фашизм это идеология на истреблении человека. Который другой расы, других взглядов, который не такой, как ты. Совершенно верно. И это самое страшное, что произошло вот на протяжении всего времени существования человека на земле. Это страшная штука. Вот целенаправленная, то есть, идеология по истреблению людей. И помноженное на вот эти драконовские технологии 20 века. Ведь фактически эти концлагеря, если вот так посмотреть, это просто производство, фабрики по уничтожению людей. Зубы отдельно, кожу отдельно, это на удобрение, это на... Это индустрия истребления человека. с бухгалтерией, с прибылью и так далее. Вот это, мне кажется, вот эта дегуманизация человека здесь вот при таком режиме достигла, вот как ты, я с тобой абсолютно согласен, некого предела. Все, дальше уже некуда. то есть, когда есть фабрика, это все равно, как где-то, я не знаю, вот тут куры поступают, тут поросята, на выходе то-то, 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 прибыль посчитали, то есть... Ну, это была индустрия целая. Вот это, мне кажется, это верх дегуманизации. Совершенно верно. Я еще понимаю, там врываются какое-то дикое племя на территорию другого племени, похищают женщин и детей. Война на выживание, да. Похищают женщин и детей, вырубают мужиков, кровь течет, там все горит и так далее. Это спокойное вещество, человечество грешило войнами, конфликтами, это не прекращалось никогда. Но невозможно представить себе вот это дикарей, значит, чтобы была фабрика по производству, по каннибализму или почему. То есть, как бы это сказать, вот это машинерия, вот это преклонение перед производственными процессами, процессами менеджмента и так далее, это оно просто мы все время прогресс, прогресс, прогресс. Ой, как хорошо прогресс. Гаджет покруче, что-то получше, что-то там хорошо. И нам кажется, что прогресс, это вообще идет еще, по-моему, со времен эпохи просвещения, что разум всегда несет нам только благо. А история веков, и особенно 20 века, и нашего 21-го показывает, что один только разум, одна только наука, одни только технологии. Без вот этого вот дела, без вот этого и этого, не просто разум, а без мудрости, а мудрость накапливается только веками, и страшными вот этими жертвами, и кровью, и так далее. вот как ты считаешь, вот с точки зрения любомудрия философии, вот можно вот так сказать, что вот прогресс всегда благо, у вас там что-то не так, ну и помирайте себе, вы из вот этого дарвинистского соревнования за выживание выпадает. То есть вот этот социал-дарвинизм и политический дарвинизм, то есть слабому не место на планете, пусть подыхает. Ну, мы об этом, Виктор Иванович, и говорим, но диалектика вопроса, она понятна, да, прогресс это и не прогресс, не движение вперед, это жизнь. Гораздо сложнее. Да, гораздо. То есть в этом идее жизнь, смерть, смерть, жизнь, прогресс, регресс, потому что это, то есть одна и та же возвышенность, это и подъем, это и спуск, в этом и диалектика, но все в сбалансированность. Вот способно ли человечество сбалансировать? Держаться мудрость, и есть ведь на этот баланс. Совершенно верно. И когда они дергают вот за хвост вот эти сложные процессы, вот, ну, как сейчас делают некоторые политические лидеры, скажем, очень-очень необдуманно, в том числе, скажем, наш многоуважаемый Трамп, да, вот, и он когда направляет свои авианосцы к Северной Корее или сейчас к Ирану, да, в заливе, вот, он думает, вот, чем это может кончиться, хотя ему представляют разные планы там, да, там советники, сколько военных, 120 тысяч, 100 с чем-то и так далее. Почем это обойдется, сколько мы выделим? Поэтому, да, поэтому не надо дергать судьбу за хвост так, чтобы потом она сама, но иногда все это начинается с самого такого безобидного, и с мелочей как бы. Вот про 9 мая мы начали говорить, вот, чествуют ветеранов, еще оставшиеся и те, которые ушли в мир иной как герои, да, чествуют парадами, да, строевым шагом там и так, и это нормально, это везде, и во Франции, и в Великобритании, и в США, и в России, и везде, значит, чествуют вот парадным шагом, парадом вообще, военным парадом. Ну, это как бы честь. Да, совершенно, это есть, это есть, да, честь павшим, да, потому что, ну, скажем, если в Великобритании, там, таким мелким, таким свободным, вольным шагом, это одно, но они красиво одеты, в Италии, скажем, бегают, это спортсмены в наторе Димунте, да, горные стрелки, горные стрелки, они все спортсмены, они на параде, не просто, они бегают, с такими шляпами, да, трусцой, с такими перьями, и так далее, то есть, везде так, в России, в частности, в постсоветском, на постсоветском пространстве, вот такой, островой шаг, который мы не знаем, в России, в спросе его позаимствовало, да, многое, да, проский чеканый шаг, ну, посмотрите, парады, парады, скажем, в Пакистане, там, или даже в Гиней, там красота, там красота, да, там, знаешь, как павлины, как эти, ну, вот, это есть, как бы, ритуал, своеобразный ритуал, отдание чести, в одном или другом случае, если это день рождения, королевы, да, это отдание чести, вот этим павшим, да, да, разными способами, во всех странах, да, кто по павлине, кто по другому, по третьему, и так далее, я смотрю всегда, англичане, когда меняются в карауле, да, смена караула, как они видят из этих, это представление, эти медвежьи шапки, вы гвардейцы, или греки, если вы видели, да, как они меняют караул, или караули, и эти, их туфли с помпонами, такими, да, то есть, а мы видим только вот здесь, в России видим парад, или у нас, они везде, они везде, и чествуют они, и живых, и мертвых, в соответствующие, в соответствующие дни, поэтому, вот парад, парад, двоенщина, вот, а как без парада, дети, в гимнастерках, это ритуал, отдание, как ты правильно сказал, отдание чести павшим, это ритуалы, это организация жизни, конечно, как без ритуала, как без ритуала, понимаешь, это что, пожевал, покушал, отлил, и так далее, это жвачное животное, человек без ритуалов не бывает, на кладбище идем, идем, почему идем, а потому что это ритуал, это свято, а иначе нельзя, иначе ты не человек, а свинья, да, да, вот ритуал делает человека человеком, одно из элементов, которое делает его человеком, и если пришел, как говорится, к тебе вышестоящий, а ты лежишь там, нагло, да, нагло, все, нет организации, нет организации жизни, и это почти конфуцианство, да, вот ты, а конфуциан, знаешь, что сказал конфуциан, вот ты попал в самую точку, конфуциан сказал, говорит, в жизни, говорит, ничего не делается без ритуала, говорит, все реализовано, наше общение, вот, почему важен ритуал, вот, ты просто не попал в самую точку, Валентин, смотри, вот, я же в Китае работал, и изучал, это просто поразительно, как вот сходят, ты, как бы, европейского, а я там насмотрел за китайщины, на что говорит, конфуцией, он говорит, что ритуал, это есть основа культуры, основа цивилизации, если нету ритуала, вот это уже настоящее, животное, такое, примитивное, дикое состояние человека, вот ритуал делает, и нельзя, Эрнст Кассерер, великий философ, 20 века, он сказал так, Аристотель говорит, что человек, это полисное животное, слово полис, политика, политическое животное, а я вам говорю, что человек, это является символическим животным, что такое ритуал, это символическое действие, когда мы идем к памятнику, цветы приносим, это ритуал, когда мы идем на кладбище, чистим могилы, там порядок наводим, и все это, венки приносим, все эти ритуалы, рождение человека, свадьбы, похороны, убери этот ритуал, и связь между людьми распадается, атомы. Но это ритуал и повторяющийся, повторяющийся, они цикличны, даже когда по утрам встаем, да, своеобразный ритуал, ну я не знаю, там о мамбине или что-то, я вспомнил анекдот, когда попугай смотрит на своего хозяина полицейской, говорит, что встали, бреемся, и идем людей грабить, ну, да, он каждое утро встает, моется, бреется, одевает свой кобурец, а попугай, то он как подметил ритуал, и идет людей грабить, целый ритуал, понимаете, поэтому, вот мы дергаем, как невинно так, что за парады, что за, это устоявшиеся вещи, это ритуал, и, да, ритуалы, они меняются, но не надо агрессивно, на них не надо нападать, надо думать, думать, так, чтобы что-то не потерять, а только приобрести, то есть внимательно, а для этого нужна что, как ты говорил, баланс, баланс, безусловно, а мудрость и есть, искусство, культура баланса, да, да, поэтому, вот, все, о чем мы говорим, это имеет место быть, вот стирается, вот некоторые говорят, так, мне это тоже вот, интересно, в то же время беспокоит, ну, пока существуют ветераны, не надо трогать, как бы, эти ритуальные вещи, а помрут и забудем, но так не бывает, если мы верим в Бога, которого, ну, если мы христиане, верим в святости, в Христе и так далее, мы же не родились, когда пришел, как говорится, Христос, Христос на нашу грешную землю, мы верим в нем, не видя его, понимаете, а здесь что, если уйдут эти ветераны, которые знали, что такое война, значит, больше не надо праздновать, не надо отдавать честь, не надо вспоминать, понимаете, как, отмерло и ветер унес, и все, мы же верим в Бога, который никогда не видели, потому что это тайна, великая тайна, таинство и так далее, но это не обязательно, как говорится, мы должны были родиться вместе с ним, чтобы верить в него, и пощупать его, и все проверить, и тогда нет ни совести, ни веры, ни Бога, ничего, так и эти люди, вот уйдут и все, нет. А помнишь, я цитировал, а это он сказал, познай истину, и истина сделает тебя свободным. Ну, потому что, даже, вы знаете, Виктор Иванович, ну, мы ленивы, насчет, насчет чтения книг и познания истин, к сожалению, а сейчас нас захомутала вот эта меркантильность, очень примитивная, очень такая жестокая, и мы... И потребительская, вот это вот, интернет, в погоне только приколы, всякие приколисты, что-то, то есть, вот, в храм человек забывает дорогу, а если в храм человек не заходит, храм рушится, даже и горит, за этот комфорт, как в Париже, да, за этими деньгами, хотя, понимаете, это тоже важно, очень важно, понимаете, но, но это погоня за этими ценностями, вот это ценности, а то святости, забывают в погоне за ценностями, а святости. Безусловно, потому что есть и духовное, и физическое, и материальное, и материальное, это должно быть все это, мы не умеем все это свешивать, потому что мы экстремисты, как бы, или почитание без меры, или ненависть без меры, или вообще забвение всего тоже без меры. У меня был такой разговор, ну, когда еще в бытности я был членом правительства, вот, у нас были вот такие дискуссии по поводу решения правительства, по поводу установления памятника кого-то, и как бы попалось вот так несколько раз подряд установление памятника Штефана Чалмары, да, в этом районе, в том районе, в третьем районе, и так далее, я не против, я наоборот за, потому что у нас и так мало вот этих валорь, да, в переводе ценностей, и святостей, и так мало, но, это опять перебор, я говорю, если вы со Штефаном сделаете то же, что сделали с Лениным, замыльете, да, все это, тогда у нас ничего путного не произойдет, ну, ты смотри, ты смотри, да, да, умный нашелся, но нельзя, а ты был прав, эту, эту святость, нельзя размыть, нельзя, как говорится, топтать, потому что многое, это подвергается топтанию уже, оно становится обыденным и профанным, это называется профанирование святости, потому что одно дело, когда ты идешь в святое место, и чувствуешь святость этого, намоленность его, понимаете, вот когда первый раз попал у гроба Господня, да, в Иерусалиме, ноги отнялись, я тоже там был, ноги отнялись, понимаете, вот так, невольно, все это, конечно, все, это атмосфера, это все это, величие, в то же время история, которая наложена одно на другое, там, веками и так далее, и все это, впечатляет, но это одно место, только одно, оно не может быть многое, понимаете, как, а у нас как привыкли, а, распечатали, на алтарь, и из, из этого памятного дня, который у нас после Пасхи, да, тоже мы профанировали, потому что мы не понимаем, что надо помнить каждый день, а не идя там, и повод для гуляем, да, ну что, большое спасибо, вам спасибо, Виктор Иванович, мне кажется, что, вот, как-то неожиданно, эта тема, вот, мы ее начали, там, с черных дыр, которые в душах людей, и вот, ты хорошо показал, как они возникают, вот, как развиваются, и неожиданно, смотри, всплыли имена, Канта, Конфуция, Христа, других мудрых людей, философов, народная мудрость, вот это, и мы пришли к выводу, что эта тема, на самом деле, необычайно злободневная, если кто-то думает, что это так себе, то это первый критерий, то далее мы движемся, большое спасибо, Валентин, вам спасибо, дорогие соотечественники, у нас в гостях, был, Валентин Бенюк, и мы обсуждали с ним, вот эту тему, человеческой памяти, исторической совести, мы говорили о том, почему это так важно, в наш век, когда все продается и покупается, когда все имеет свою ценность, говорить о святости, потому что святость бесценна, и только тогда, когда молодые поколения поймут, что их предки, это не навоз истории, это их создатели и вдохновители, это те, кто обеспечивают нам и нашим детям и внукам наше будущее. Ну и, пожалуй, можно завершить нашу передачу вот той же самой мудрой цитатой из Канта. Две вещи продолжают потрясать мое воображение. Звездное небо над головой и моральный закон внутри нас. спасибо за внимание. Вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин